Сегодня я хочу делиться с вами такой темой. Я назвал «Расширь свою веру». Мы сегодня услышали о принципе семени. Семя имеет определенное качество. В нем все заложено. Но до тех пор, пока семя не посажено, пока оно не в почве, это семя не будет приносить плод. Вера похожа на это семя. И если мы заинтересованы в плоде, сегодня Господь по-особенному нас побуждает, чтобы вера наша возрастала. Об этом говорит Слово Божье. О возрастании веры. Вера должна расти. Не просто мы достигли определенного уровня и уже достаточно. Нет. Вера, о которой сказал Павел в первой главе Кремлина, чтобы мы переходили из веры в веру. Чтобы мы возрастали. Чтобы мы видели больше. И достигали. И я сегодня хочу поделиться с вами в этот уходящий год. Может быть, это кого-то вдохновит. Войдя в Новый год. В 2014-й год. Чтобы мы имели возрастающую веру. Чтобы мы не ограничили Бога на том, что мы сегодня достигли. То, что мы сегодня имеем. Но чтобы мы увидели Бог, который не мерую дает Духа. Он сегодня силен, чтобы мы могли увидеть то, что Он хочет совершить на этой земле. То, что Он хочет достичь. И Он это делает не просто через каких-то сверхъестественных сверхъестественных какие-то творения. через ангелов. Он сегодня делает это через церковь. Церковь сегодня является этим исполнительным органом на этой земле. Чтобы воля Божия была исполнена. Для этого нам нужна вера. И вера. Она должна возрастать. Давайте мы прочитаем такое место. Это записано 2 Коринфянам. Десятая глава. 15-16 стих. 2 Коринфянам 10, 15-16. 2 Коринфянам 10, 15-16. Мы не без меры хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить вас у дел наш. Так, чтобы и далее вас проповедовать, Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. давать его до этого места. Бостинг of things beyond measure that is in other men's labors, but having hope that as your faith is increased, we shall be greatly enlarged by you in our sphere to preach the gospel to preach the gospel in the regions beyond you and not to boast in another man's sphere of accomplishment. интересно то, что апостол Павел он говорит здесь о том, it's interesting that апостол Павел here speaks of that when we boast and this boasting it does not deal with our accomplishments оно не связано не связано с тем, что я совершил. It does not deal with what I've achieved. Вы знаете, есть определенные вещи, которыми мы должны хвалиться, with which we must boast. And this deals with what God does through us. And апостол Павел он говорит о вере возрастающей, чтобы уделы расширились, чтобы достижение погибших людей мы могли иметь больше, чтобы достичь их. Он говорит, чтобы и далее проповедовать Евангелие. Это значит идти дальше, видеть эти просторы, видеть эту жатву, видеть сегодня то, что хочет Господь. Первое, на что я хочу обратить внимание, что одно из таких условий для возрастания веры это нужда для того, чтобы вера возрастала, есть определенные вещи в нашей жизни, которые связаны с нуждой, that deal with need. Когда мы находимся в нужде, в нужде, вы знаете, люди разделяются в нужде. You know, people are separate in their needs. Одни люди, они еще больше впадают в ропот, they go into more murmuring, into more disappointment, они разочарованы, they're disappointed, они находятся в печали, they're in grief, они находятся в состоянии, they're in a position of, когда они недовольны, when they're dissatisfied. Вы знаете, есть категория людей на земле, there's a category of people on the service, которые всегда недовольны. Всегда. Always. Они недовольны всем. They're unsatisfied with everything. Они только имеют довольство на короткое мгновение. They only have a short amount of satisfaction. Вы знаете, хорошая сказка была о рыбаке и рыбке, about the fishermen and the fish. И когда этот старик поймал золотую рыбу, when this old man caught the golden fish, она просила его, чтобы он отпустил. It begged him to let her go. И вы знаете, этот старик, он не имел особых там, ну, хорошего дома, не имел. And this old man, he didn't have a nice house. Не имел хороших условий. He didn't have good living conditions. И вот он рассказал своей бабке. And so he tells his wife, которая была всегда недовольна, who was always unsatisfied, которая имела разбитая корыда, who had a broken jar, и она постоянно ростала. И когда она узнала, что старик имел возможность, that the old man had an opportunity to hold in his hand a golden fish that could fulfill any desire or wish, она вознегодовала. She was angry. И мы знаем из этой сказки, ее желания исполнялись, that her desires were fulfilled, но это было на короткое время, только до того момента, пока старик от моря приходил домой, снова его бабка, это старуха, она была недовольна, и она хотела больше. Есть категория людей, всегда недовольных людей. Вы знаете, христиане, они не просто счастливые люди, они довольные люди. Слово Божие говорит, чтобы мы были довольны, чтобы мы за все благодарили Господа. Но когда приходит нужда, нужда позволяет нам остро ощутить ту ситуацию, которая беспокоит нас, и люди, которые верят в Бога, они не ищут крайних людей. В моем кризисе, в моих трудностях, виноват муж, виновата жена, виновата жена. Какие трудности в моем доме? Это виноват этот человек. У меня трудности, это виновата церковь, это виноват босс на моей работе, это сосед виноват, люди ищут, кто виноват. Но Бог создает или позволяет прийти к трудностям или нужде, чтобы встряхнуть нас, чтобы начали искать Его, чтобы начали искать лица Его, потому что в нужде, как никогда, начинает открываться вера, которая начинает расти в нужде. Это одно из таких качеств, где Бог также формирует нашу веру, когда мы начинаем возрастать. Мы знаем Авраама, о котором написано, что когда он уже состарился, когда Сара не могла уже рожать, Слово Божье очень конкретно говорит их состояние, что он одрехлел, а утроба Сарина была в омертвлении. Это был такой кризис, когда они нуждались в рождении сына. И здесь не шло на улучшение, но шло на обратный был процесс. Все ухудшалось. Он с каждым днем верил, и с каждым днем он старел, и утроба Сарина также была в умертвлении, и Сара's womb continued dying. И вы знаете, на его бы месте сегодня многие люди сказали, Бог, ты обманщик. Ты пообещал, но с каждым разом у меня все хуже, все хуже. Мы ищем таких моментов, чтобы за что-то уцепиться, чтобы в это поверить, и начать подниматься. Но Бог приводит нас к такому моменту, когда мы не будем хвалиться своим достижениям. Но в нашей жизни наступит момент, когда вера, когда обстоятельства будут против нас, вера будет укрепляться, утверждаться на Господе. И наступит этот пик, когда начнет все свершаться. Авраам, написано, он не помышлял, что тело его старело, и утроба Сарина была в омертвлении. Он не помышлял, он не позволил сомнениям если ты однажды получил от Бога обетование, какие бы ни были обстоятельства против тебя, против твоей жизни, против твоей семьи, против твоего призвания, продолжай стоять на обетовании. Каким образом мы стоим? мы исповедуем то, что мы приняли от Бога и прославляем Бога за то, что Он дал нам. И придет момент, когда мы не присвоим славы ни каким-то апостолам, ни каким-то пастырям, ни каким-то церквам, но Бог будет прославлен, когда мы увидим плод и результат возрастающей веры. Халлелуя! Нужда способствует чтобы вера возрастала. Я встречал людей, я в своей жизни это неоднократно испытывал. В моей жизни я испытывал это. Вы знаете, я раньше думал, что вера это когда-то мгновенно все свершается. Но потом я осознал, что вера это процесс. Это когда ты берешь Божье Слово и начинаешь вникать в Него обстоятельства, говоря другое. И your circumstances tell you opposite. Всегда есть искушение встать на позицию обстоятельств на сторону этих обстоятельств. Весь мир сегодня говорит о кризисе. А Господь говорит другое. Он говорит, я сохраню тебя. Я проведу тебя. Я благословлю тебя. Когда ты будешь видеть, что справа падают, бизнеса разрушают, ничего не процветает. А Он говорит, тебя это не коснется, а ты будешь процветать. will continue to flourish. Что избрать? What do I choose? Вы знаете, от нас сегодня зависит. В этих обстоятельствах, какую мы займем позицию. Когда приходит нужда, это всегда проверка нашей веры. вера всегда в этих обстоятельствах. Как Петр говорит, это как огонь, который очищает золото. Вера в испытаниях, настоящая вера, она не боится испытаний. Она не прячется. Она не говорит, что нужно переждать. Настоящая вера проходит через испытания. И становится еще ярче. И еще драгоценнее. Она возрастает. Когда есть нужда. Когда есть нужда. Через что бы ты ни проходил сегодня. Но matter what you're going through today, если у тебя есть нужда, знай, есть возможность сегодня позволить Богу прославиться через веру, которая может в этой нужде возрастать твоей жизни. в его имя будет прославлено. His name will be glorified. Аллилуйя. Второе, на что я хотел бы чтобы мы обратили внимание. The second thing I want to point out, чтобы мы расширяли веру, чтобы мы расширяли веру, чтобы мы расширяли веру, чтобы мы расширяли веру, видение, vision, или как сегодня говорят мечтой, или как сегодня говорят мечтой, or as people say today, a dream. Вы знаете, для христиан, слово мечта, for Christians, the word dream, оно больше как бы ассоциируется с мечтателями. With some dreamers. Просто человек о чем-то мечтает. A person is just dreaming about something. Где-то там в мечтах говорят. Somewhere in his dreams, they say. Но я сегодня хочу поговорить о других вещах. I want to talk about different things. Мы читаем в Деяниях Апостола. We read in the Acts of the Apostles. И это то, что относится сегодня к нам. And this is what deals with us today. In chapter 2, verse 17, it says here, when the Holy Spirit came over the Apostles, when they were filled with the Holy Spirit, this noise of the Holy Spirit, it attracted a multitude of people in Jerusalem. And thousands of people were looking. They saw the supernatural appearance. Они не могли объяснить. They could not explain this. И кто-то стал говорить, что они напили сладкого вида. And saying that they're drunk with sweet wine. Но Петр встал. But Peter stood up. He said, Нет. Они не пьяны, как вы думаете. Но об этом говорил Пророк Яиль. Пророк Яиль. И он сказал так. И он сказал так. И будет в последние дни, говорит Господь. И залью от Духа Моего на всякую плоть. That I will pour out of my Spirit on all flesh. И будут пророчествовать сыны ваши. Your sons and your daughters will prophesy. И дочери ваши. И your young daughters. И юноши ваши будут видеть видения. И your young men shall see visions. И старцы ваши сновидениями в разумляемые будут. Your old men shall read dreams. И такое слово. This is the word. Он говорит о том, что видеть будут видения. He says that they will see visions. И сновидениями в разумляемые будут. Dreams. And they will be encouraged by it. Вы знаете, есть вещи. There are things that come into our life как видения. As visions. Это одна сторона, то, что мы физически видим. This is one side to what we see physically. И другая сторона, то, что мы видим в духовном глазах. is what we see with our spiritual eyes. Some people say that it's not a harm to dream. That's what they used to say in Russia. The doctors, they say the doctors don't forbid it. категории людей таких вот с нарушением психики. But still, they associate this with this loose in the mind person. Oh yeah, you can dream. Dream on. But here, there's a spiritual principle. Я не говорю о мечтаниях просто. I'm not talking about just dreams. Я говорю о действиях. I'm talking about actions. Когда Дух Святой when the Holy Spirit came, одно из сильных было его действий. Powerful actions was that they would see visions. Это не просто какие-то картинки. This is not just some kind of image. Visions that God wants to put into flesh. He wants to accomplish them. Он говорит о том, что они будут с наведениями в разумвлении. Dream dreams. Я верю в это. I believe in this. Бог многие вещи показал через тебя. God has shown many things through that. Many things. Я вспоминаю начало этой церкви. I remember the beginning of this church. Я знаю людей. I know people которые в открытую смеялись. Who laughed openly. Они просто говорили на небольшую группу людей. To a small group of people. Которые не имели теологического образования. That had no theological education. Никакого опыта в служении. There's no experience in ministry. Были молодые люди. There were young people. Они говорили, что это не значит? And they said, what is this? What do they think of doing? But you know, the only thing they didn't know was that God opened something. And this image was shown. And at that point, maybe in our mind we couldn't even understand yet. But inside we saw God prepared this church to touch people who are beyond the walls today beyond the walls of the church. They're in this world. And I want the Lord to renew this vision in this church for us not to calm down on what we've achieved. How many times we had to hear this in the last few years. Why more struggles? We already have something. We've already achieved something. It seems like it's enough already. Why should we stretch ourselves? Here, let's just hold this. This is enough for there to be a certain amount of people where our children can grow. You know, the last days the Holy Spirit started to directly show to return to the source to what He's shown once. This is not over. Today, hundreds of thousands of people are lost in this world in this city amongst the Slavic people, the Russian speaking people, the English speaking people. Today, somebody has to renew this. Today, we can just close up and say this is enough. This is good. We have a building. We have events. This is enough. You know how much just inside the church people start to think of certain programs to somehow hold people in to interest people. Come, it's interesting here. Come, we have this kind of concert coming up. We have this kind of event coming up. We have this kind of tea party. We have this. You know, all this is fine. But this is not the most important thing of the church. The most important is what God is worried about. And what He has started a church for. And that is today to open up the eyes and for us to see the harvest that is ready. This harvest which is ripe. When I had the opportunity to be in California this month, and one of the English pastors or American pastors he was speaking about his statistics. He said there's about 7 billion people on this earth and about 2 billion who confess Jesus. And this includes all Christian confessions. Catholics, Orthodox, and everyone with their confusions, with their changes. but they confess Jesus Christ. 2 billion. If you just look at that from this point of view, we can say, oh, that's a good result. But you know, even if we consider these 2 billion and 5 billion who today are dying, He brought He brought this illustration. He said, if we create a line for giving your life to Christ out of 5 billion people, and if the first person is going to stand at the platform, and everyone else is going to be in line behind them. He said, if we allow for these 5 billion people to line up, this line will go around the world and come back to the same spot. He said, and that's not it. it's going to do yet another circle around the world. And that's not it. And there's going to be 10 of these circles around the world. He said, that's not it. And 20. There's going to be 20 of these circles. 30 of these circles. And he said, if 5 billion people line up around the world, there's going to be loops around the world. 37. 5 billion people. It's just that many people, who are currently never confessed to Jesus as their Lord. кто-то скажет, no, мы и замахнулись. Well, wow, we have a huge goal. I'll tell you, there's a lot of harvest. If somebody thinks that there's nothing else to do, I want to tell you, that before the coming of Jesus Christ, the work will increase. There's a lot of harvest. And all we need, is for our eyes to open. We have to see this without vision. without this revelation, we're just going to lose. The Holy Spirit has come to open up the eyes, for the blind to see, for us to look around, and for us not just to watch, but to become participants of this harvest on this earth. from the bottom of my heart, I believe, that God wants to renew this vision in this church. To, what we have today, it's not enough to stand before God and say, Lord, we fulfill it all. I know, God continues to count on us, because He hears the cries of the prisoners of those who are tormented, those who are crushed by the devil, those who are crushed by the devil, those who are in prison of sin, who will do this? Yes, можно выучить очередную песню, можно создать очередной хор, можно просто продемонстрировать таланты музыкантов, и все это будет хорошо в христианском стиле. Но кто услышит этот вополь, о котором говорит Писание? Бог сегодня слышит, и Он говорит, я ищу этого человека, кто увидит этих устников, увидит измученных, увидит сегодня из немолших, потерянных, идущих хват людей. Я верю, Бог сделал вызов, обращаясь к нам сегодня. Я верю также, что год, в который мы входим, это год обновления ведения, чтобы наши глаза открылись, и мы не просто стали мечтать, но осуществляли эту мечту, для того, чтобы видели жадру, собранную для Божьего Царства. Халлилуйя! Я хочу вдохновить вас, не ограничьте Господа, в том, в чем Он хочет использовать вас. Бог никогда не нуждался, в наших талантах, Он никогда не нуждался, в нашем образовании, все это на своем месте для нас. Но Бог сегодня нуждается, в послушании, чтобы мы могли последовать за Ним, и сделать то, что Он хочет, что было сделано. Я слышал такое, это буквально совсем недавно. Я слышал такое, это буквально совсем недавно. В этом году. This year. Такой пример поделюсь с вами. Я will share this example with you, of which I heard. Пастор Дэвид Йонг-Ги-Чо, считается у него одна из таких прогрессирующих церквей, he's considered to have one of the most progressive churches in South Korea. 750 активных членов. 750 активных членов. He wrote about him, что последние несколько лет, that in the last few years, у него одна из тяжелых болезней, Parkinson's. И в последние годы, он часто лежал в госпитале. Oftentimes he spent in the hospital. And this year, ему приходилось неоднократно находиться в госпитале. He had to be in the hospital multiple times. And once laying in the hospital bed, he started asking God, Lord, is my life coming to an end from this sickness? Where with every day, my organs are failing. Is this really going to be my end? And God, speaking to him, said, You've forgotten your vision. And he started remembering. God, I needed that in the beginning. Today, I have such a large church. Today, the branches of this church are all over the world. And God said to him again, I want you to return to your vision. He was asked to be released from the hospital. And overcoming the pain, he built up a team. And he started telling them, that God has placed in my heart that God has placed in my heart, that God has placed in my heart, that God has placed in my heart, that this year, we started 10,000 new churches. And they moved in this direction. And he said, yeah, he continues to struggle with the symptoms of this disease. But no longer do they distract him. And this year, I heard this testimony in the Philippines, in the Philippines, in the Philippines, in Korea, in Korea, in Japan, there was a lot of churches open. And this vision was renewed. I want to tell you, that every time, when we calm down, and we think, that we have achieved, that God has a whole different point of view. He says, this is just the beginning. This is just the base. This is just the foundation for greater things. And he always says, go forward. Go forward. You know the testimony of Lester Summer. Seven years before he left the earth, being with one another minister, in the restaurant. This pastor shared with me about this. He said, all of a sudden, Lester Summer started crying. He started shaking. He stopped eating. His tears were falling into his food. He said, I was afraid. I started saying, Pastor, what's wrong with you? And he said, God once showed me, how millions of people they're falling off a huge cliff and falling into the river. And this river is filled with blood. And they all died. I saw people of different nationalities. I tried to travel all over the world, and try to bring this good news. And today I saw, how God told me, that in these nations, there are so many people, who are dying from hunger. And he spoke to me right now. on this earth. I saw these people. Вы знаете, буквально через короткое время, Лестер Сэммерл приобрел большой танкер, где тысячи тонн могли загрузить продуктов, и они могли везти в Африку, они могли везти в Азию, они раздавали голодным. Тысячи людей через это приняли Иисуса Христом. Потом он увидел, что как бы не успевает. И однажды он поделился и сказал, что нам нужен большой грузовой самолет. Вы знаете, многие бизнесмены, слыша об этом, они просто смеялись. Лестер, разве это возможно? У него всегда был на это один ответ. Людям невозможно. Богу все возможно. И этот пожилой человек, он двинулся вперед. Приобрели они самый большой грузовой самолет, куда могла заезжать техника. Они загружали тысячи тонн. Они развозили по всему миру. Через семь лет он покинул эту землю. Кто-то скажет, как так могло быть? Старый человек. Все возможно верующему. Вера имеет стимул расти. Если мы становимся на Божье Слово. Ведение. Это одно из таких сильных аргументов, которые формируют нашу веру. Когда Бог обратился к Аврааму, Он говорит, выйди из шатра и посмотри на звезды. Может сосчитать их. И Авраам смотрел. И говорит, нет. Посмотри на берег морской. Вот этот песок. Ты можешь сосчитать его. Нет, Господи. Я сделаю род твой такой. Я размножу тебя. Вы знаете, другой бы человек, он просто сказал, Боже, это ж невозможно. Да ты что, Господь? Это нереально. Но Авраам, написано, он поверил Богу. И это изменилось ему в праведность. Он поверил, что его племя будет, как звезды на небе. Как морской песок. Он поверил в это. И Бог это исполнил. Богу нужны люди, которые поверят в Его Слово. Увидят это. И поверят в это. Сколько вещей в нашей жизни, когда Бог показывал. И когда мы сегодня это имеем. Мы даже не задумываемся, что когда-то эти вещи Бог, Он показывал. И мы это видели. Я просто молюсь, чтобы видение обновилось. Чтобы мы увидели сегодня. Чтобы мы устремились к этому видению. Чтобы Бог мог реализовать через нас. Свои планы. И это видение. Молодые люди будут видеть видение. И старцы, вразумляемые сновидениями, будут. Тогда сойдет Дух Святой. А Он сошел. Значит, это действует. Мы это имеем. Это имеет силу в церкви. Господь сегодня хочет возобновить это. И Господь хочет возобновить это. По отношению Твоего призвания. Твоего бизнеса. Того, что ты должен сделать для Господа. Я верю всем сердцем. Что это наше время. Чтобы это видение возобновилось. Последнее, на что я хочу, чтобы мы обратили внимание. Это расширить веру пожертвования. Сегодня я рад за это слово. Которое мы услышали. Вы знаете, Дух Святой не просто так к этому побуждает. Я знаю, есть вещи, где мы должны видеть чудеса. Через то, что Бог будет делать в плане финансов. Мы не можем просто так увидеть и все. Нужно вкладывать. Нужно сеять в это. Как хочется исходить уже от результата. Когда мы пощупали. Когда мы проверили. Тогда есть надежность. Тогда нет риска. Тогда я что-то сделаю. Но на самом деле, вера не исходит от того, что я сегодня могу пощупать. Что я могу сегодня подержать в руках. Вера исходит от того, что говорит Бог. От Его Слова. Когда мы сеем. Мы уже жертвуем в ту сферу. Которую видим. Как реальность. Еще не видно. А мы ее видим. И мы жертвуем ее. Мы должны жертвовать спасение душ. Мы их еще не видим. Но мы должны сеять туда. Мы должны жертвовать. Мы должны все использовать. Независимо от того. В каких мы обстоятельствах. Мы должны использовать. Для того, чтобы видеть это чудо. Я недавно услышал одну историю. Один молодой человек. Находился на семинарах у Лэри Стокстола. Который приехал из Африки. Был вдохновлен тем, что видел. Он был на Круседе Ренхарда Бонке. И он был просто потрясен. Как Бог касается тысячи людей. И он спросил у Ренхарда. Сколько стоит такой Крусед? И он говорит, один миллион. Он приехал. И когда делился с лидерами. И он говорит, я не знаю. Но мне так захотелось. Но мне так захотелось. Оплатить. Чтобы кто-то увидел. И оплатил. Один Крусед. И сидели бизнесмены и спрашивали. А сколько это стоит? Он говорит, один миллион. И наступила тишина. Но один молодой человек. Который не был бизнесменом. Он только закончил университет. Его только приняли на какую-то работу. Он подошел и сказал. Пастор. В моем сердце закорился. Я верил. Что я смогу. Говорит, я посмотрел на него. Как ты сможешь? У тебя такой долг. За твою учебу. Я смогу. И он сразу достал пакет. Это были средства. Говорит, эти средства. Я накопил на тот и на другое. Но я хочу это семя посеять. Потому что я знаю. Придет чудо на это семя. И Господь будет использовать меня. Чтобы оплатить один крусейк. Стоимостью в один миллион долларов. Говорит, я принял это семя. Я помолился. Я, может быть, говорит, один из немногих. Кто поверил в этого молодого человека. В этой компании были разные проекты. И они стоили очень много. И вдруг его пригласил. Пригласил администрация этой компании. И говорит, к нам пришел большой заказ. И нам нужно его сделать. Мы видим, ты молодой потенциальный парень. Мы хотим, чтобы ты поучаствовал в этом проекте. Если ты успеешь сделать этот проект в течение года, то наша компания, кроме того, что получит определенный заработок, будет иметь бонус в несколько миллионов. А бонус of multiple million. И если ты этот проект осуществил, и если ты этот проект осуществил, то какой тебе бонус? Мы тебе выделим этот бонус. Мы тебе выделим этот бонус. И он говорит, это было невозможно. Этот проект был рассчитан на семнадцать месяцев. У меня, говорит, было только одиннадцать. Чтобы успеть до конца года. Но я, говорит, поверил Богу. Который может из невозможного сделать возможное. Я ему сказал, да, я смогу. И говорит, уже работники с опытом, они удивлялись. Они говорят, это невозможно. У тебя не получится. Он говорит, мне позволили набрать хорошую команду людей. И мы включились. Говорит, удивительно. Не было ни одного срыва в течение этих месяцев. И мы, то, что рассчитано было на семнадцать месяцев, мы сделали за девять месяцев раньше срока. И он, кроме хорошей зарплаты, в том году, он получил бонус больше, чем один миллион. И он в конце года мог отдать и оплатить этот крусейд. И на этом крусейде они были вместе с Ларистошком. И, говорит, мы видели, как на наших глазах вывели девять человек, которые были от рождения слепые люди. И, слава Божия, была ягодна. И эти молодые люди были исцелены от слепоты. Говорит, мы видели, как Дух Святой сильно действовал. Вы знаете, я понял, когда слышал это, что, когда мы начинаем по детски относиться и доверять Богу, Бог начинает открывать двери. мы живем в этом физическом мире, но мы можем иметь сверхъестественные Божьи действия на этой земле. Даже достигая кого-то, мы не достигаем их своими силами. Мы то, что имеем, мы можем сеять для того, чтобы Бог взрастил. И мы видели плод, который Бог совершает. Женщина, мы читаем эту историю в Библии, которая была вдова, и был голод в той земле. И все, что она нашла, это было немного муки, чтобы сделать одну лепешку, и немного масла. И она вышла с сыном, чтобы собрать дрова, чтобы сделать эту лепешку и скушать. Они решили, съедим это последнее, и мы умрем. И вот она увидела человека, который был странного вида, который был покрыт волосами, он подошел к ней, это был пророк Божий, это был Илья, и он сказал ей, дай мне попить. Она дала ему попить. И дальше он говорит, дай мне теперь покушать. Она говорит, вот это последнее. Последнее. По-человечески. Как можно последнее забрать? Тем более у голодающих людей. Но что-то у этой женщины произошло. Она увидела, что слова, которые он говорит, это не просто пустые слова. За этими словами есть силы. Она приготовила и отдала. В той стране продолжался голод. Но Слово Божие говорит, в ее посуде, где хранилась мука, мука больше не убывала. И в сосуде, где было масло, масло не прекращалось, пока не закончился голод. Бог силен и видит чудеса, когда мы жертвуем, когда мы отдаем. Я знаю людей в этой церкви, которые в кризисные моменты в своей жизни, они увидели, что они сами уже ничего не смогут. Можно попытаться, но вы знаете, когда эти люди, они проявляли жертвенность, они отдавали, то Бог начинал невероятно открывать двери и приходило большее благословение. Я знаю, мы сейчас находимся перед новым уровнем, когда нам нужно это увидеть. Мы не просто должны жертвовать ради своего благополучия мы жертвуем ради ведения того, что Бог определил. Если прежде всего царство и правды в нашей жизни, и мы будем искать этого, все остальное, во что есть, во что одеваться, где жить, на какой машине ездить, Бог позаботится об этом. Я верю в это. Это особенное время для церкви. Это особенное время для тебя. Это особенное время для твоих детей. Это особенное время для нас сегодня. Поэтому я верю, что Слово Божие, которое имеет силу поднять нашу веру, чтобы она росла. Но для этого нам необходимо в обстоятельствах правильно сориентироваться, когда Бог дает ведение, взять его, и когда нужно жертвовать, то не допускать мысли, что это от дьявола. Я вам хочу сказать сегодня, если кто-то не знает такую новость, дьявол никогда не посоветует вам делать добро жертвовать ради Божьего дела. Никогда. Но всегда, когда только возникает это желание, приходит противостояние. И вы знаете, это не ангелы Божьи. Это враг, который знает, что когда ты будешь сеять, ведение в откровение то, что Бог дает, то откроются большие двери, откроются новые горизонты, и Божье благословение будет сопровождать. Я хочу призвать вас к молитву. Я хочу, чтобы в этом уходящем году Бог позволил нам чтобы обновилась наша вера чтобы независимо в каких мы обстоятельствах мы могли обратить внимание на то, что мы имеем дело с Богом, от Которого все им все и оно к Нему пойдет. Чтобы мы могли понимать, что жизнь на этой земле мы своими руками не способны устроить. Но есть Бог, Который верный, Который позволяет при те обстоятельства, чтобы наша вера была проявлена. Он позволяет сегодня чтобы мы имели ведение, чтобы были мечты для того, чтобы они реализовались. Он позволяет сегодня чтобы мы, видя все это, могли согласиться и были жертвенными людьми, чтобы мы видели эту жатву, чтобы мы видели ее собранно, чтобы мы видели Божью славу, чтобы мы видели это, возлюбленные. Я верю всем сердцем в этот год, о котором не так положительно сегодня. говорят политики, говорят экономисты, я хочу вам сказать то, что говорит Господь. Он говорит, когда тьма будет сгущаться, Он говорит, светись, Иерусалим. Продолжай светиться. А это значит, независимо, что будет, как будет плохо в этом мире, сегодня этот мир слушает то, что говорят средства массовой информации. Сегодня средства массовой информации, они сегодня формируют ведение людей и все в отрицательном плане. Но мы сегодня слушаем то, что говорит Господь. А это значит, нам не нужно исходить от того, что исходит этот мир. Мы исходим от того, что говорит наш Бог. А то, что Он говорит, Его Слово имеет силу. И это Слово позволяет вере укрепляться и расти и приносить плод в Божье Царство. Халлелуя. Давайте мы поднимемся сейчас. Я хочу вдохновить вас. Расширьте свое ведение. Расширьте то, что от Бога. Не ограничьте. Позвольте расти в вере. Если вы в трудных обстоятельствах, это хорошая возможность для роста вашей веры. если Бог что-то показывает вам, и вы точно знаете, там в глубине вашего сердца вы имеете это ведение. Вы мечтаете о том, чтобы оно осуществилось. Стойте на этом обетовании. Не сомневайтесь в этом. Продолжайте двигаться. Пусть ваша вера будет высвобождена в реализации, в практическом действии. чтобы осуществились Божьи планы через вас, через вашу семью, через ваше призвание. Бог определил сегодня, чтобы это имело место в нашей жизни. Вы знаете, женщина в Сарепте, она имела так немного, но это немного. Оно позволило увидеть Божью славу, когда она была жертвенной. Ничто-то придет, чтобы пожертвовать. ты имеешь, чтобы жертвовать. Ты скажешь, у меня много долгов. У меня много других вещей. Была другая вдова, у которой было много долгов, но у нее также было мало. это было масло. И это было масло. У тебя имеется это мало, чтобы потом Бог умножил, и чтобы это было достояние, и благословением для многих. Поэтому, когда вера наша растет, жертвенность это сильный рычаг, чтобы позволить эти веры практически осуществиться в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы, войдя в Новый год, имели практическую веру, а это значит, чтобы Бог был возвеличен, чтобы Его слава была могущественной, чтобы Его сила двигалась, чтобы мы видели спасенных людей, освобожденных от власти тьмы, от власти дьявола, могли видеть славу в исцелении. Когда мы молимся сегодня за десятки людей, которые нуждаются в исцелении, чтобы мы могли видеть эту славу в исцеляющей силе, когда люди будут исцеляться от неизлечимых болезней. Это время церкви, когда вера возрастает. Мы не просто говорим, мы верим, поэтому и говорим. Мы не просто верим, мы видим это, как больные исцеляются, как одержимые освобождаются, как люди каются, мы видим это. Халлелуя. Обнови это, верить. Пусть твоя вера возрастает сегодня. Не ограничь Бога. Не ограничь то, что Он вложил в тебя. Халлелуя. 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 Что-то должны мы сегодня сделать, чтобы позволили Духу Святого обновить наш разум, обновить наше сердце, чтобы вера начала расти, чтобы видение обновилось, чтобы мы могли видеть и сеяли были жертвенными людьми, чтобы в эти дни могли видеть Божью славу, Его силу, Его могущество, чтобы мы могли видеть сотни и тысячи спасенных людей, освобожденных от власти тьмы, могли видеть, как люди исцеляются от излечимых болезней. Бог дал это все церкви. Церкви истина. Он наделил ее определенными полномочиями, чтобы мы это осуществили. Халлелуя. Лекита Раба Камбре, Турри Белики Сах, Щибороку Тураба Лаваработе. Возлюбленные, молитесь сейчас. Молитесь именно об этом. Молитесь именно об этом. Не останавливайте то, что в вашем пути движется. То движение, которое внутри вас. Молитесь об этом движении. Молитесь об этом. Если у вас нет внутреннего движения, вам нужно молиться, чтобы Бог воскресил вас, чтобы Он поднял ваш дух, чтобы пришло движение внутри вас. Молитесь на русском языке. Молитесь на английском языке. Но не молчите. Позволяйте Богу, который движется внутри вас, чтобы это движение, оно заполняло вас. Молитесь на русском языке. О, мы молимся о возрастании веры. О росте веры. О росте веры. Мы молимся об этом движении веры. Во имя Иисуса Христа. Name of Jesus Christ. Аллилуйя, аллилуйя. Белый, multiple times Господь говорил мне о тех вещах о том, где мне казалось что мы просто отдали средства и мы ими никогда не воспользовались мы сели эта церковь это ваши средства которые были отданы на определенные проекты мы их сели это была жертва я задавал неоднократно вопрос Богу мне иногда казалось что мы сделали что-то не так и вы знаете всякий раз когда я говорил это с Господом на эту тему Господь Он побуждал меня чтобы я продолжал верить легко верить когда все есть но когда у тебя нет вот здесь как раз время для веры Господь сказал мне чтобы я не так хочу выразиться потому что мы иногда манипулируем этими фразами что Господь сказал я не слышал никакого голоса но я имел побуждение побуждение в своем сердце не задавать больше этих вопросов Богу но начать благодарить Его благодарить Его за семя которое Он позволил посеять вы знаете когда я стал это делать вдруг я увидел что у меня было множество возможностей посеять в разные сферы и я удерживал это сфера сегодня я говорю это перед вами потому что это любимое место это любимые люди мои я хочу чтобы следующий год был годом где я не удержу того семени которое должно быть пожертвовано в Божьей Две я не знаю но Бог подтверждает неоднократно что именно с этой среды Бог поднимет людей которые будут финансировать большие проекты Божьи проекты мы просто не представляем какие Божьи резервы будут открыты через людей в этой церкви и все это начнется как у вдовы в Сарептии или как у мальчика который принес пять хлебов и две рыбы и было такое умножение я сегодня обращаюсь к сердцам не к разуму у меня всегда борьба в разуме но сердце говорит сделай вот это скажи это даже то что сегодня я говорю вам это попадет уже под определенное обсуждение но я говорю то во что я верю и я знаю Бог силен совершить это я вижу эту церковь не в 400 человек не в 500 не в 700 не в 1000 я вижу боли 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 не одну но много церквей много церквей я вижу как поднимаются люди перед которыми будут стоять серьезные препятствия before who great difficulties will stand и они не остановятся but they will not stop препятствия финансовые obstacles in the finances препятствия семейные препятствия связаны с определенными болезнями препятствия связаны с определенными потрясениями с определенными людьми с определенными они не остановятся и Божья слава будет явлена я знаю это время пришло оно не когда-то придет оно уже пришло все что нужно поверить в это мы просто будем видеть как Бог незначущих неизвестных на кого мы может быть не обращали внимания поднимет в эти дни мы просто будем видеть Божью славу которые будут течь через этих людей которые поверят Богу примут Его Слово которые согласятся с сведением будут послушны Ему которые будут жертвенны слава Божья будет открыта через них я сегодня не говорю о русскоговорящем населении здесь я сегодня говорю о церкви истина о ее влиянии не только в Ванкувере и Портланде или в этом штате но в этой стране и за пределами ее я просто вспоминаю сейчас Святой Дух напоминает как эти искры с этой церкви они разлетаются по континентам этой земли и там загорается Божий огонь я не хочу хоронить это видение Господь воскреси его обнови его в нас видеть жатву видеть нивы побелевшие видеть сотни служений через эту церковь которые распространяются по всему миру я благодарю тебя Господь мой за молодых людей этой церкви за парней и девушек я благодарю тебя за подростковое поколение я благодарю тебя за наших детей я благодарю тебя за людей среднего возраста пожилого возраста я благодарю тебя что ты для каждого имеешь особенно в это время в это время в которое мы живем и я благословляю сейчас чтобы обновление пришло во все сферы жизни обновление движение Духа Святого во все сферы жизни чтобы обновилось видение чтобы вера возрастала независимо от обстоятельств возрастала вера я благословляю сейчас благословляю церковь благословляю каждое сердце благословляю молодых людей I bless the young people благословляю братьев и сестер благословляю их сердца чтобы вера возрастала чтобы расширилась вера чтобы вера имела расширение во имя Иисуса во имя Иисуса во имя Иисуса возлюбленные я знаю что то особенное на этом месте происходит поднимите руки и принимайте принимайте обновление движение Божие на этом месте вам не обязательно сейчас выходить сюда наперед Дух Божий двигается в этом помещении принимайте это что то будет происходить в вашей жизни в вашей семье что то будет происходить вы увидите практическое действие начинайтесь благодарить Господа за то что вы имеете за то что Он дает за то что Он производит за то что Он осуществит благодарите Его прострите к Нему руки молитесь на иных языках о том что вы предали принимайте во имя Иисуса «Аллилуйя» 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 Возлюбленные, принимайте от Господа Обновление прямо сейчас Ренюль right now Ренюль in your heart Пусть вера возрастает внутри вас Во имя Иисуса В имя Иисуса В имя Иисуса В имя Иисуса Принимайте возлюбленные Дух Божий, двигайся на этом месте Принимайте это обновление Ренюль for your vision Начинайте видеть больше Начинайте верить больше I'll crown you with my love I'll crown you with my love I'm after your heart I'm after your heart I'm after you Beloved His presence is in this place I'd like us to Release blessings What does it mean to release? It means what I have inside I allow this to go through my mouth I want us right now to start Благословлять ведение Благословлять ведение То, что Бог однажды Открыл этой церкви Что бы мы не просто благословляли Что бы мы видели участников себя В Божьих делах Которые Он совершает Я хочу, что бы мы взяли друг друга за руки Что бы мы объединились Были как одно целое Мы не знаем, сколько Бог позволит нам прожить на этой земле Но хочется Это время Что бы оно было полным для Господа Что бы мы дорожили временем Что бы мы не растрачивали подопросту время Но что бы мы сосредоточились на главном Что бы мы видели эту жертву Не просто погибающих людей Наших родственников Наших знакомых Но увидели Божью славу Для спасения этих людей Для освобождения этих людей Мы будем молиться сейчас И я бы хотел, что бы мы благословляли в церкви Мы благословляли друг друга Чтобы каждый был Активным членом В теле Иисуса Христа Чтобы каждый был задействован На то, чтобы Божья работа Была совершена Через каждого из нас И через эту поместную церковь Во имя Иисуса Пусть Божье помазание Сейчас движется через вас Через друг друга Наполняя наши сердца Чтобы мы поднялись в вере Укрепились в Боге И могли с новой силой Осуществлять Божьи планы На этой земле Ва имя Иисуса Ва имя Иисуса Ва имя Иисуса Христа Ва имя Иисуса Христа Божьи планы Божьи планы Божьи планы продолжайте молиться продолжайте возвышать голоса raise up your Nou run continue to bless pray about that things what God has placed in your heart pray about that things pray about that mission what God placed in your heart Субтитры создавал DimaTorzok 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 That we're not so full What I want to tell you God showed me in the beginning That He can fill All we need Is not to look at the circumstances But to believe in Him I believe If we start We will see God's glory What I shared with you today What's in my heart I always thought когда Бог что-то показывал when God showed something that's impossible but then I would see it is possible to those who believe today I believe that it is possible for us to fulfill the remodel this building where we're at right now to make this a good banquet hall a good building where weddings will happen where different celebrations will happen different celebrations in our church where we can make a nice hall where we can make it such that people would come and be changed be transformed for these people to be enriched and to go all over the world this is not just a church where we have to hold people in this is a church to send people all over the world I want us to pray about this all who believe in this raise your hand let us release our faith hallelujah hallelujah Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Благодарим Тебя, Иисус, за это здание Благодарим Тебя за это помещение Благодарим Тебя за то, что Ты определил Мы благодарим Тебя, Господь Возможно, все эти годы Ты подготавливал нас К тому, чтобы мы не приписали ничего себе Но чтобы мы увидели Твою работу и достали Тебе славу И мы сегодня благодарим Тебя за эту честь Что Ты определил нас Для того, чтобы Слава Твоя распространялась Эту церковь Ты предназначил Чтобы она была церковью А где Твое Слово распространится По всему миру Где десятки церквей поднимутся Сотни церквей поднимутся Люди из этой церкви Понесут свет Твой Эти искры разлетятся Мы благодарим Тебя За это ведение И мы благословляем эту церковь И мы благословляем Мы благословляем Чтобы осуществился ремодел Чтобы мы имели это новое помещение в этом здании Чтобы действительно эти планы Они были реализованы Чтобы мы увидели здесь сотни Тысячи людей Измененных Преображенных Людей наполненных Духом Тебя Наполненных ведением Эти люди, которые пойдут отсюда Неся благую вещь Собирая жатву на этой земле Для Твоего Царства Мы благословляем И мы воздаем Тебе славу Аминь Аллилуйя Вся слава нашему Господу Он достоин хвалы и славы Прасть и Глори Аллилуйя Перед тем, как мы будем петь Before we sing Я бы хотел, чтобы мы не просто пели I want us not just to sing But for the song to flow from our heart I want to tell you Any circumstance That you're in This is exactly the place Where your faith Can be shown I am confident There is no circumstance That can muffle the faith Faith grows When we go through difficult circumstances I want to encourage you I want to encourage you Do not turn to Egypt If you stood before the Red Sea Go forward The sea will split And you will go through the desert And the promises will start working in your life I believe in this Do not stop Пусть Божье движение But the movement of God Наполняет нас Вдохновляет нас Let it encourage us Расширьте веру Посмотрите намного больше То, что вы видите сейчас Убейте это большое И поверьте в это Это то, что Бог хочет Осуществить через нас Hallelujah Поэтому будем восхвалять Его Расхвалять Его Смотреть на Его обетование Брать Его Слово Верить то, что Он определил Hallelujah Ведь Ты достоин славы и хвалы Иисус во веки мы вознесем Славу и хвалу Анцу Божьему Ведь Ты достоин Ведь Ты достоин славы и хвалы Иисус во веки мы вознесем Славу и хвалу Отцу Божьему Слава 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 Господу Слава 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 Господу Слава 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 Иисус во веки мы вознесем Мы воздаем Тебе славу, Господь. Да, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава нашему Иисусу. Садитесь, возлюбленные.